Всероссийская студенческая олимпиада Прометей по иностранным языкам завершилась. Заключительным направлением стал немецкий язык. В Юргу прошел очный этап олимпиады. В число финалистов вошли лучшие студенты вузов Челябинска, Красноярска, Омска, Сургута, Перми, Барнаула, Ульяновска и других городов. В этом году для участия в финале в университет приехали 11 студентов со всей страны. Если честно, это было достаточно спонтанное решение сюда приехать. И я до последнего не знала, поеду ли я в итоге или нет. Поэтому подготовка была очень сумбурной. И в итоге я готовилась ночью, учила текст в самолете. В общем, пришлось очень-очень понервничать при подготовке. Но в целом я очень давно изучаю немецкий язык. У меня очень большой опыт, поэтому в целом достаточно успешно получилось. Олимпиада состояла из двух этапов – дистанционного и очного. В рамках первого участники прошли тестирование, включающее задания по чтению, аудированию, страноведению, а также написали эссе. Очный этап начался с викторины по немецкому языку. В этом году главная тема Олимпиады – спорт. Первым заданием стало представление тематической презентации, вторым – спонтанное говорение. Так участникам была поставлена задача придумать, как применить в различных видах спорта предложенные им предметы. Я получила огромный опыт. Для меня выступление на публике – это на самом деле большой стресс, но здесь я смогла его перебороть. И мне очень понравились конкурсы, которые были сегодня. Традиционно организатором Всероссийской студенческой Олимпиады на базе нашего университета выступила кафедра иностранных языков Института лингвистики и международных коммуникаций ЮРГУ. Такие Олимпиады очень важно проводить, потому что это очень хорошая возможность попрактиковаться в немецком языке, поскольку у наших студентов нет возможности общаться на немецком языке, поскольку мы находимся в искусственных условиях. Поэтому такие Олимпиады, конечно, развивают интерес студентов к немецкому языку, ну и, конечно, в первую очередь, это замечательная возможность попрактиковать свой немецкий язык. Участникам заключительного этапа были вручены сертификаты, а победители и призеры получили памятные подарки. Продолжение следует...